Свадебные костюмы в интерьерах живописи. В Музее народного творчества открылась выставка традиционного народного свадебного костюма. Все экспонаты принадлежат московскому коллекционеру Сергею Глебушкину. Известный собиратель знает про историю русского народного костюма абсолютно все. В Ульяновск он привез образцы 19-20 веков, собранные им в этнографических экспедициях в разных регионах России. У нас костюм традиционный, им по 100-150 лет в каждом костюме. Это костюм свадебных, который девушке отдавали замуж. Который потом стал бабей. В этих костюмах она клала в сундук и надевала только на большие годовые праздники. Это как Пасха у нас, Троица, Вознесение, вот эти большие годовые праздники. Вот так все. А в остальные дни она ходила в будешь в костюме, в каком-то другом костюме. В воскресенье она надевала костюм, в воскресенье шла в церковь. А эти костюмы она только хранила для больших праздников. Здорово, когда вот столько старинных костюмов в одном месте, когда можно создать что-то подобное. Все-таки вот эта вот стилизация, хотя и достаточно хорошая. И, ну, замечательно, что вот есть такие вот мероприятия. В экспозицию также гармонично вписались 42 тематические работы ульяновского живописца, члена Союза художников России Людмилы Слесарской. Как и отмечает сама художница, она приятно удивлена единству коллекции традиционных свадебных костюмов Сергея Глебушкина и своих полотен. Я надеюсь, что мои работы как-то дополняют выставку народного костюма, потому что вы здесь можете увидеть и народные, и какие-то народные сценки деревенского быта, и сельские натюрморты, и пейзажи. Вот. И, ну, создается полное ощущение, что вот эти вот костюмы, они в этой среде живут, в деревенской. Помимо костюмов, на выставке широко представлены головные уборы золотого и серебряного шитья, украшенные жемчугом и бисером. Выставка продлится до 15 декабря, на которой вековые традиции, несомненно, удивят всех. Антон Никонов, Александр Кудряшов. Новости. Уллправда.ТВ.